Порядка 200 спортсменов из разных населенных пунктов Приморского края, а также из Сахалина, съехались в Артем на открытый кубок и первенство округа Покудо. На открытии турнира участников приветствовали почетные гости, среди которых был мэр Артема Александр Авдеев. Он пожелал кудоистам проявить упорство, показать свое мастерство в честной спортивной борьбе и обойтись без травм. У нас есть допустим федерация сумму, у нас есть федерация самбо, у нас есть федерация кудо, у нас есть федерация тэквондо, у нас есть федерация кушинкайдо. Каждая это маленькая организация, за собой стоит 100-150-200 человек, детей и до 1000 и более доходит как в самбо. Это очень здорово, это значит у нас здоровые дети, это значит у нас здоровое поколение, Это у нас здоровое будущее города. Эмоциональные, жесткие и впечатляющие бои проходили одновременно на двух татами. Сначала спортсмены попробовали свои силы на предварительных поединках. Сильнейшие получили возможность показать свое мастерство в финале и полуфинале. За призовые места на пьедестале боролись как опытные спортсмены, так и дебютанты. За плечами 12-летнего Артема Горбатенко из Владивостока три десятка боев, семь первых мест. К соревнованиям готовился основательно и надеется оправдать надежды тренера и родных. Каждый день у меня школа, и после школы сразу еду на тренировки. Тренировка идет полтора часа, и там готовимся к соревнованиям. За две недели всегда готовимся. Можно постоять за себя, можно защитить девушку. Сегодняшний бой для Дмитрия Повонского из поселка Заводской был непростым, однако закончился в его пользу со счетом 5-1. Говорит, одержал победу благодаря наставлениям тренера, выбранной тактике, ну и серьезной подготовке. Кроссы 10-километровые, тяжелые тренировки на лапах и спарринги. Но надо не бояться и стремление, надо хотеть выиграть. Столь масштабное мероприятие организовала местная федерация КУДО при поддержке администрации округа и спонсоров. По словам руководителя федерации Александра Корнилова, КУДО – это вид единоборства, предполагающий максимальную собранность и спортивную выдержку. Секрет успеха прост – упорство плюс трудолюбие, а потенциал у наших спортсменов неплохой. КУДО – это смешанный вид единоборств, это мужественный вид спорта. Занимаются дети с 4 лет, официально выступают на соревнованиях с 12 лет. Я всем советую заниматься этим видом спорта. Это смешанный вид единоборств. Здесь задействованы удары и руками, и ногами, и борьба. Я считаю, что это вид спорта для настоящих мужчин. Мы как бы за своих держим кулачки и рассчитываем, что у нас многие отберутся на краевые соревнования. Подводя итоги соревнований, отметим, что в течение всего дня острая борьба над атами шла между бойцами всех команд турнира. В лидерах оказались уссурийцы. Не менее достойно выступили и артемовские спортсмены. Номинации за лучшую технику отметили Никиту Спиридонова из Владивостока и Аркадия Крымкина из Сахалина. Призами за волю к победе удостойны спортсмены из краевого центра Егор Ковалев и Евгений Затулякин. Всего же в этот день было разыграно 35 комплектов наград. Грамоты, медали и кубки администрации Артемовского городского округа получили победители и призеры соревнований, которые войдут в сборную края для дальнейших выступлений на дальневосточном уровне. Анжела Галышина, Тарас Боднаруко, Мирзина Тулин, Городские новости.